Супергероями не рождаются, а становятся. Человека-паука, например, укусил, как ни странно, паук. Железный человек сделал свой легендарный костюм сам. А вот кто укусил или поставил эксперименты над Алексом, пока остается загадкой. Вот, теперь ножки пошире. Наклоняемся вперед руками до пола. Ты с ума сошел? Смотри. Давай, Лер, ты чего? Тихо. Короче, и все. Началось все с Мандама. В детстве фанател Жан-Клада Мандама. В 6 лет увидел фильм с его участием. Понравилась его пластика, растяжка, как он ногами владеет. И в садике у нас был парень, один мальчик точнее. Занимался он то ли тэквондо, то ли каким-то единоборством. И показал там эту растяжку. И начал у нас парней, кто повторит, типа, давайте я вас тоже на шпагат посажу, показал шпагат. Ну и все, вот так вот я сел на шпагат посредством вот этого всего. И, ну, некоторые удары ногами хорошо уже делал. Так фильм посмотрел с ним и перевело меня это все дело в каратэ. Каждая работа, в принципе, сама по себе хороша. Но мне больше нравится, где персонажа можно раскрыть хотя бы хоть как-то, хоть чуть-чуть. Показать себя, показать, что ты можешь. Ну, в основном я играю отрицательных персонажей. Началось с кикбоксера. Кикбоксер повлиял на меня, очень большое впечатление оставил в голове Николадиме. Ну и караваэкспорт это все дополнил. Я бы хотел, ну, опять же, вот Джеки Чан, пока он еще жив, поработал бы. Микки Рок поработал бы со столом, поработал бы. Иисуса Христа бы я с удовольствием сыграл бы, вот. Всегда мечтал. У меня была мания, занимался каждый день. И параллельно, конечно говоря, я обычно как делал, либо перед качалкой потянулся, покачался, потом обязательно после нужно потянуться опять, потому что мышцы забиваются, и чтобы они не теряли эластичности. И потом я вот просто, как бы, ну, в последнее время, где-то у меня год просто отдых от качалки, ну, как бы даже это нельзя сказать, что это отдых просто от качалки. Ну, просто так получилось. Физически просто устаю, морально просто работаю, выматываюсь с людьми. Ну, а так физухи мне хватает. И без этого поддерживать свое состояние можно, то есть нормально, более-менее. А с 2013 года много чего не я, просто тоже переосмыслил. Это мне нужно для моей, как бы, ну, чтобы на пик вывести эластичность, как его гибкость, чтобы была на максимальную кондицию. То я много чего не я, мясо, например, не употребляю. Мясо влияет на эластичность мышечных волокон, сухожилий, связок. Ну, они дубовыми становятся. Ну, и так вообще, в принципе, не вижу нужды в определенных продуктах. Нужно просто поднять попу с дивана, прийти в зал, задаться целью, стать хотя бы для своего мужа, для своего парня, ну, чтобы быть желанной, красивой, стараться всегда с каждым разом, что бы он хотел. Вот. И прийти в зал, заниматься, начать хотя бы хоть какой-то физической деятельностью, активностью. И постепенно, постепенно все будет улучшаться. Иногда прогибаться под изменчивый мир очень даже полезно. Иначе человеком-змеей стать невозможно. Спасибо.